приветствую всех подписчиков а также зрители моего канала перед вами ленточная пила jet с таким длинным названием gwbs 14 dx pro 14 намекает на то что здесь чугунные колеса диаметром 14 дюймов ну либо говоря по-русски 350 миллиметров корпус пилы чугунный поэтому вес чуть меньше 120 килограммов мощность двигателя полтора киловатта этого в принципе хватает для максимального пропила который здесь 305 миллиметров конечно если бы был двигатель 2 и 2 киловатта то вообще был бы огонь но имеем что имеем пила поставляется ну в принципе гула для опробирования и работы здесь стоит ленточное полотно которое ничего из себя не представляет но только чтобы попробовать что это пила в принципе пилет потом нужно полотно все-таки заменить вот этот параллельный упор стоит отдельных денег в комплекте не идет с параллельным упором вместе идут вот и направляющие по которому он в дальнейшем передвигается также для удобства работы здесь предусмотрена отдельная тумба но она стоит космических денег вместо этого потратил всего лишь два метра профильной трубы сварил подставочку ну и таким образом я пользуюсь мне в принципе удобно длина пильного полотна 2667 миллиметров ну и ширину можно ставить от 3 до 19 миллиметров вернее там по-моему написано 20 в инструкции но 20 полотно я не встречал покупаю максимально 19 полотно но также ни разу не пользовался полотном 3 миллиметра минимально у меня вот видно полотно осторожно полотно у меня такие самовары есть как биметалл так и вот просто обычная углеродка в этот раз неудачно тут сварили немножко поработал полотно еще острое но это я отвезу варят у нас городе это первый раз полотно лопнуло по сварке хотя нагрузки большой не предпринимал ну и в результате у меня сейчас пила стоит без ленточного полотна поэтому давайте я покажу как здесь правильно полотно установить и отрегулировать широкие вот эти мощные ленты это тоже биметалл это 19 миллиметров вот эти широкие я использую для грубых таких пропилов ну когда бревна распиливаю на доски но для каких-нибудь поделок использую полотно поужин например 13 миллиметров биметалл зубчики еще имеют хорошую заточку остренькие давайте на примере вот этого полотна я покажу как его нужно правильно здесь устанавливать чтобы полотно продвинуть стол так убираем конический штифт здесь нет никакой резьбы просто конус убираем вкладыш для боковой поддержки ленточного полотна здесь спаренные подшипники стоят но вот сзади одинарный подшипник его вполне достаточно чтобы задняя сторона ленточного полотна в него просто упиралась так как у меня все ленточные полотна но разные и разную имеют толщину поэтому сохранять расстояние между подшипниками не имеет смысла и для удобства регулировки отпускаю винтик подшипники стоят там на таком эксцентрике поворачиваясь он либо сводит подшипники вместе либо разводит уводим их сторону также отодвинем назад опорный подшипник есть фиксатор его и вот здесь сзади вращая винт отодвигаем подшипник назад под столом стоит такой же узел тоже там пять подшипников спаренные с боков и один сзади тоже что я сделал здесь надо сделать и там ну теперь можно повесить само полотно открываем дверки смотрим чтоб зубчики здесь у нас были правильную сторону стояли так как при сварке при изготовлении лент их часто выворачивают на изнанку приходится потом их самостоятельно переворачивать продеваем ленточное полотно вот в прорезь стала вешаем на верхнее колесо надеваем на нижнее следим за тем чтобы полотно тут и внизу и вверху зашло между подшипникам ну и дальше рычагом натягиваем ленточное полотно усилия нужно прям хорошее такое значительно приложить это будет слишком натянута отпустим вот этот винт пробуем еще раз вот теперь все защелкнулось так сразу еще вопрос с какой силой натягивать ленточное полотно но если мы сделаем слабую натяжку лента просто по колесам будет проскальзывать если полотно слишком перетянем то она начинает портится вот эта столистая основа начнет постепенно растрескиваться ну и также возрастает нагрузка вот на узлы на подшипники поэтому ленту нужно каждую натягивать со своим усилием можно конечно ориентироваться на приборы смотрите этот узел натяжения пильного полотна там стоит мощная пружина на пружине есть от красная отметочка ну то есть этот узел не жестко как бы натягивает ленточное полотно а через мощную пружинку и вот на степень сжатия этой пружинки надо ориентироваться вот видите сейчас красненькая совмещена с десяткой то есть такое натяжение подходит для полотна 10 миллиметров мы продолжаем регулировку вот видим что лента проходя рядом с подшипниками до заднего подшипника не достает вернее подшипник до нее не достает поэтому двигаем направляющую до тех пор пока не начнет вращаться подшипник касание эти через раз этого вполне достаточно фиксируем эту направляющую таким же образом сейчас я выставлю и нижний подшипник дальше выставляем боковые подшипники они у нас имеют две степени регулировки их можно сжать к ленточному полотну и продвинуть вперед и назад вот в данный момент подшипники стоят слишком сзади поэтому я их продвигаю вперед вот видите их можно вон уж куда выдвинуть выдвигать слишком не нужно если я их выдвину слишком далеко а потом сведу вместе они просто закатают развод на ленточной пиле напилить не будет поэтому отводим их за зубчики не можно зафиксировать закатать зубе ленточного полотна конечно можно не только выставил вот эти подшипники вперед но также если он видите там селочку видно он он опорный подшипник если будет зазор слишком большой то ленте небо что будет опираться она пройдет глубже чем нужно и опять таки об эти подшипники закатается развод ленточного полотна осталось нам отрегулировать только вот еще один зазор видите лента между подшипниками болтается здесь лучше использовать два ключика он смотрите подводим один подшипник видите можно вот так подвести мы смещаем сторону ленту это тоже будет неправильно она будет криво пилить поэтому смотрите визуально до контакта ну где-то два градуса назад здесь до контакта вот на ощупь здесь есть зазор видите это конечно можно вот сделать и бумажкой вот зазорчики будет вполне достаточно бумага туго здесь проходит можно зафиксировать винтик точно также отрегулировать нужно и на нижнем узле далее ставим вкладыш в этом ничего заводской много лет уже наверно приличный латунный сюда заказать с малюсеньким пропилом и забиваем клинышек сильно колотить не надо а то так и стол можно расколотить на две части на место параллельный упор закрываем дверку да с дверкой нужно тут быть всегда аккуратно здесь увидим нет никакого концевичка этот станок работает и с открытой дверкой поэтому этим пренебрегать не нужно но вот например на эти можно работать в конце еще осталось проверить если у нас 90 градусов между ленточным полотном и столом это можно сделать вот как простым угольником вот видно 90 градусов нет также у меня есть цифровой угломер с магнитиками натяжение ленты здесь хорошая вес самого прибора ну почти ничего тут не весит включаем обнуляем результаты 0 переставляем на стол 88 и 9 стрелочки показывают какую сторону стол надо наклонить для этого отпускаем винты крепления отпускаем контргайку теперь винт нужно вкрутить при этом здесь цифры на дисплее будут изменяться если такого прибора нет в принципе как я и показал можно обойтись и угольником видите только его придется тут несколько раз приложить во время выравнивания стола на этом буду видео заканчивать всем кому информация была полезна пальчик вверх подписываемся на канал оставляем комментарии жмем на колокольчики чтобы не пропустить новые видео а я ненадолго с вами прощаюсь всем пока фух к фух вот все все в